У меня, как у язычника, есть такая мета-религиозная позиция, что богам поклоняются, они верят. Не надо добавлять либо к физическому, чтобы имело смысл поклоняться богам. Ну, понимаешь, поклонение к богам, оно включает верование я. Потому что поклонение — это совокупность практик для достижения определенных целей. И боги для тебя, они подразумевают веру. Просто, чтобы совершать правильно практики, тебе нужно те или иные сущности пропастулировать, подразумевать и с ними взаимодействовать. А значит, они имеют онтологический статус, а значит, у тебя есть убеждение, что они есть. А значит, ты в них веришь. Я бы ответил так. Да. Сейчас я что хочу сказать. По поводу веры, да, и поклонения. Не считаю себя язычником, но я считаю, что, в принципе, немножко чувствую, немножко понимаю, что значит быть язычником, да. То есть у меня есть некоторые религиозные представления, которые чем-то перекликаются с язычеством, что-то такое. И я скажу примерно так. Если веру понимать как, ну, в каком-то христианском смысле, да, как фейт, да, как некоторую, ну, я не знаю, какое-то мистическое чувство по отношению к Богу, да, что ты, вот что бы ни происходило, что бы ты не видел своей жизни, ни как бы пути Господни не были неисповедимы, ты все равно в него веришь и все такое прочее. Я не знаю, как веру по-другому обозначить, Андрей, если что, ты мне поправишь. То в этом смысле языческая религия не подразумевает веру. Подразумевает ли она поклонение? Возможно, но об этом чуть позже. Давайте продолжим с верой. Если веру понимать как убеждение, да, как belief, а не как faith, да, то языческая религия, в принципе, может быть, может включать в себя веру. В каком смысле? Маргинал довольно верно и довольно удачно определил языческих богов как способ делить мир на составные части. Иначе говоря, ну, если бы кто-то, кто-то из вас, кто об этом думает, читал Платона, то вы обратили бы внимание, что они очень часто говорят именами богов. Они часто называют вещи именами богов. Все люди в диалогах Платона. И это удивительно, да, это прикольно, это странно. А вот обратите внимание, мы когда на стриме сидим и говорим о всяких странных практиках, да, об алкоголе, там, о боскопизме и так далее, мы употребляем слова Диониса и Аполлон. А почему мы их употребляем? В чем прикол? Прикол в том, что боги, боги, это, так сказать, твой способ смотреть на мир. Это те сущности, которые определяют твои эпистемические практики, если так можно сказать. Если ты встречаешь вещи, которые очень сложно объяснить секулярно и которые очень легко объяснить языческим способом, да, через богов, ты сталкиваешься именно с этим явлением. Потому что Аполлона и Диониса очень сложно по-другому объяснить. Этого просто нет. И в психологии этого нет, и в философии этого нет. Ну, в смысле, в такой, в серьезной философии. Нигде этого нет. Но Аполлоническое и Дионисийское присутствуют как часть религиозной практики древних греков. Это так. И мы, как люди, встречаемся с Аполлоническим и Дионисийским. Мы встречаем Аполлона, встречаем Диониса, мы знаем, что это такое. Дальше. Если мы подумаем о всяких сложных вещах типа любви, Что такое любовь? Если у вас есть большой опыт, то вы представляете себе, что любовь это, блядь, сложная штука. Причем неуловимая штука. Которую очень сложно концептуализировать. Очень сложно понять. Но вы знаете, что если вы совершаете определенные действия с определенным настроем, иначе говоря, если вы участвуете в определенном ритуале, при этом определенным образом настраивая свой мозг, к своей мысли, свое настроение, вы можете получить доступ к состоянию любви. Таким же образом вы можете получить доступ к состоянию Диониса и Аполлона. Это и есть поклонение. Это и есть ритуалы поклонения. Когда вы воздаёте должное богам, вы совершаете ритуалы для того, чтобы с ними встретиться. Если вы хотите встретиться с Дионисом, вы окружаете себя женщиной и алкоголем. Если вы хотите встретиться с Аполлоном, вы окружаете себя искусством, вы окружаете себя архитектурой, вы окружаете себя многими вещами, которыми придумал человек. Образами. Если вы хотите встретиться с Афродитой или Эросом, вы совершаете похожие действия. Если вы хотите встретиться с Эросом, то вы готовитесь к этому. Вы прекрасно понимаете, к чему вы идёте. И вы понимаете, что ваш партнёр, он не воплощает в себе Эрос. Он так же, как и вы, вместе с вами, он стремится к Эросу. Поэтому поклонение здесь не совсем уместное слово. Это скорее почитание. Почитание и безусловное знание того, что боги являются частью вашей жизни. Боги определяют вашу жизнь. Как бы ваша жизнь, она состоит из богов. Типа они формируют вашу реальность, ваш мир. Они и есть ваш мир. Поэтому это почитание, оно исключительно здравомысленное, да? Оно исключительно здравое. Потому что вполне нормально почитать те сущности, которые позволяют вам быть настолько богатыми на реакции, на чувства, на эмоции, на события, на состояние. Быть человеком. Вот. Как-то так. То есть использование имени бога по отношению к состоянию ситуации есть только дескриптивная практика, лингвистическая и всё выводимое. Есть только объяснение позиции, а не позиция позиции. К большому сожалению, я не понимаю, что означает позиция позиции. По поводу того, что... Типа мета позиции что-то такое? То есть позиция про то, какой должна быть позиция. По поводу того, что использование имени бога... По поводу использования имени бога. Сейчас я... Ладно, сейчас я ещё одну такую хуйню скажу. Сейчас я буду как бы изнутри этой хуйни объяснять эту хуйню. Немножко. Люди... 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 Они в достаточно большой мере находятся в Аполлоническом. Они в достаточно большой мере... Большинство людей находятся в плиту большого количества разных метафизических систем, как бы обычных эпистемических систем и так далее. У них есть всё, что нужно для того, чтобы не загружать свой мозг. Это во-первых. Во-вторых, нынешняя наука, она с одной стороны довольно успешная, да? С другой стороны, у неё есть ряд слепых пятен. Эти слепые пятны это ментальное состояние. Психология и связанные с ней дисциплины, типа психоанализа, психотерапия и так далее, психиатрии, они пытаются как-то работать с ментальными состояниями. Пытаются. Вот. Но и саму психологию, и всё остальное сдерживает и угнетает научная доктрина, да? Научные принципы. Потому что всё, что касается ментальных состояний, всё это достаточно плохо изучено и на самом деле очень мало возможностей это всё изучать. Потому что проникнуть вот в кавычках субъективный опыт человека, да, вот в некоторые особенные ментальные состояния, это сложно. Практически невозможно. Научными средствами. Вот. Поэтому есть некоторые состояния, некоторые представления, некоторые убеждения, верования и так далее, которые, с одной стороны, есть, присутствуют, да, потому что для них есть концепции, названия и так далее на уровне фолк-психологии, но которым нету объяснения, нету обоснования, даже примерного, с точки зрения науки. Некоторые философы говорят, что раз нету обоснования с точки зрения науки, значит, это всё фуфло, хуйня и так далее. Ну, возможно, с точки зрения философии это и правда. Но с точки зрения религии есть выход. Специфические ментальные состояния, можно с ними работать. Это, во-первых. То есть, в данном случае боги выступают как действительно лингвистический инструмент. А теперь немножко больше к мистике, да, к религиозности. Ницше, он дал понять, он даёт возможность понять, он рассказывает об этом, и, в принципе, через него можно об этом узнать и самому посудить, да, о том, что такое боги. И прийти к выводу, что человеческая природа это что-то неизменно крутое. Вообще, природа это что-то крутое, да? Согласитесь, потому что есть вот неодушевленные предметы, которые ведут себя каким-то образом, а живая природа ведёт себя совершенно по-другому. Она особенная, да? В ней очень много событий происходит в живой природе, очень много сущностей там присутствует, разные там виды, популяции и так далее. Это всего до хуя. Огромное количество. Мало того, что у всех этих видов популяции есть какие-то экосистемы, есть какие-то возможности поведения, да? Они же ещё из чего-то состоят. Они состоят из там клеток, блядь, из другой хуйни и так далее. Природа очень богата. То есть информации, которую она продуцирует, да, в виде всего этого клеточного устройства, всего этого поведения экосистемы и так далее. Её очень много. Вот. То есть мы исходим из положения, что природа человека, то есть, грубо говоря, его биологическая основа, это источник невообразимого богатства. Богатство на информацию и так далее. И, в принципе, то, что мы называем всеми людьми, и то, что у нас есть как у человека, да, всякие рациональные мышления и так далее, все наши чувства, это, в общем-то, особенность нашей природы. Это, в общем-то, то, что было дано нашей природой. Вот. Но человек обладает также когнитивной способностью, да, способностью к рациональному мышлению. И иногда он абстрагируется, да, иногда он обобщает, иногда он отвлекается от своих телесных проявлений нетелесных свойств. И тогда человек начинает немножко заблуждаться. Потому что все эти абстрактные внетелесные свойства, это и есть, в принципе, аполоническое. То есть мы приходим к самому началу. И, таким образом, мы получаем, ну, вот в качестве переходного этапа, примерно два положения. Во-первых, рациональная способность человека и его способность существовать в обществе, в науке, изучать разные вещи, она, как рациональная вещь, да, как рациональная система, она отвлекает его от того, чтобы быть на «ты» со своим, со своей природой, да, со своим «я». с тем «я», которое есть от природы, да, то есть с тем «я», которое находится за пределами сознательной, не то чтобы сознательной, да, а когнитивной именно деятельности, да, когда мы занимаемся математикой, логикой и так далее. Когда мы занимаемся социальными системами, когда мы занимаемся профессиями, когда мы занимаемся любым мышлением и так далее. И с точки зрения Ницше, и в принципе, с точки зрения многих людей, в том числе язычников, человек, он прикольный потому, что у него есть когнитивные способности для того, чтобы анализировать, для того, чтобы знать, точнее иметь возможность знать о своем природном начале, для того, чтобы уметь это анализировать. И если мы обратимся вглубь себя, мы увидим, что наши реакции поистине очень богаты. Они очень разнообразны. Они великолепны. У нас есть такая вещь, как искусство, как музыка. Откуда они берутся? Почему есть вещи, которые нас трогают, а вещи, которые нас не трогают? Все это так или иначе завязано над человеческой природой. Человек, который под влиянием вдохновения, а вдохновение это тоже денисическое чувство, да, создает шедевры, которые вдохновляют сердца других людей. И он использует, он именно работает через какие-то богатства внутренней человеческой природы. Эти богатства внутренней человеческой природы, они вот нашим разумом познаются очень слабо. Мы можем это делать через интроспекцию, через немножко науку и так далее, но, как мы выяснили, это работает очень плохо. Вот. Но есть способы, да, как-то это назвать, как-то назвать все богатство нашего внутреннего мира, да, все богатство нашей человеческой природы. То есть, богатство нашего бессознательного, вот устройство нашего мозга, которое генерирует поистине разнообразнейшие вещи. Абсолютно. То есть, вот, вот взгляните, да, вот, начнем с хорошего. Любовь, искусство, музыка, танцы, веселье, смех, это все денисическое. Можем прийти к плохому. Убийство, ненависть, злость, жестокость, это тоже денисическое. И вы, когда испытываете все это, такие чувства, вы понимаете, что они, вашу душу, они ее захватывают и наполняют намного плотнее, больше, шире и так далее, чем любые ваши размышления, да, когнитивные ваши движения. И более того, когнитивные ваши движения, то есть, ваши размышления рациональные, они вам нравятся только потому, что они вызывают определенные движения вашей человеческой души, вашей человеческой природы. Вот. И вот это безмерное, абсолютно уникальное, сверхбогатое, вот, существование человека, вот, его природное, да, которое в основном внерациональное, оно чувственное, эмоциональное, бессознательное и так далее. Все это богатство, оно ни хуя никак ничем не объясняется. Поэтому мы находимся практически в условиях, в которых находились древние греки. Именно так. Вот, сейчас, секундочку, я закончу, извини, пожалуйста. Мы находимся в тех же условиях. И, но древние греки, как ни удивительно, они оказались мудрее нас. Потому что у них хоть и не было технологий, но они были достаточно чутки к миру, и к себе, и к своим чувствам, чтобы не отвергать это, потому что это плохо обосновывается, плохо исследуется наука и так далее, а пытаться с этим взаимодействовать. И одним из самых рабочих и самых адекватных языков это язык религиозный. То есть боги это некоторые составные части человеческой души, если примерно так. Все. Так, а что так мало лайков, господа? Поставьте ради Диониса, пишет Стас Ваулин. Ну, понимаешь, большинство людей, они живут в апполонических рамках, в апполонических клетках, в структурах апполонического света и не видят темное буйство бытия Диониса. И именно это является тем основанием, которое мешает им просто поставить лайк.